Всем доброго утра. Прошла пара дней, в которые мне даже неохота было камеру в руки брать. Даже, наверное, три дня. Сегодня подумала-подумала, думаю, немножечко поснимаю. Мишка сейчас сидит на уроках. Ну, на первом уроке о математике. Там бы чуть-чуть подсобрать в комнате. Ну, там не сильно бардак. Ну, накидали опять на пол. Ну, это я мешаться не буду. Сейчас математика закончится. Пойду убираться. Да там вон краски, песок, вон вещи Лискина на полу. Мишка, смотри на учителя, пожалуйста. Учителя мультики. Миша, я не говорила вместо уроков мультики. У меня все записано на камеру. Так, Михаил, будешь болтать, будешь смотреть ее второй раз. Смотри, учителя. О, осталось одно очень интересное задание на второй распечатке. Мы, к сожалению, уже не успеем с ним поработать. Если у вас будет такая возможность, то круто. На досуге можете его выполнить, да? Там нужно будет узнать длину отрезков при помощи линейки. Вот можно с этим дизайном поработать. Ну, закончилось. Мы потихонечку завершаем, чтобы я вас не завершила. Сычка, быстрый урок. Тебе понравился урок? О чем мы сегодня говорили, так же принимать и участие в Астанте Европы. Все было понятно? Все было понятно? Все было понятно? Там и точки уже были. Не ставят точки. А я ставлю. Ты ставишь, они не ставят. Вижу, пока. Спасибо, ты очень нам помогаешь. А ты почему не ответил? Мы не забыли вот эту клавишу. Похоже, ты забыл учительнице ответить. Вон, все отвечают. Единицы, София, единицы длины, Маргарита, да, и цифры. Что вы учили сегодня? Да, сегодня сравнивали единицы длины. Ловушки нас с вами встречали. Действительно. Большая работа у нас сегодня была. Хитрюга, ты скопировал. Ну, да, я хочу узнать, а они правильно пишут. Сейчас, пожалуйста, выбирайте хэштег для сегодня. Ну, что так? Хэштег. Интересно. Выбирай хэштег. Полезный, стучный, познательный. Мы динамичный, насыщенный. Унылый, нужный, безусловий, строгий. Монтировала влог про холодильник и поняла, что не показывала морозилку. Мы ее уже поставили. Все из ларя в нее перегрузили. Вот так это выглядит. У нас дофига всякой фигни. Ничего только нету. Даже, вон, смотрите, тесто для блинов. Чтобы длины лепить. Когда-то брали. Ой, я здесь еще лед заморозила. Вот здесь вот. Блин, он застревает. Не, надо его в другое место представить. Короче, полка это. Остатки былой роскоши. Представляете? Я в морозильном ларе нарыла. Куриные заморозки. Это еще наши. И несколько этих, даже индюшиных заморозок. Мы их еще не съели. Интересно, их можно есть или уже лучше не надо? Здесь ничего не влазит. Короче, у нас в холодильнике. Здесь у нас длины ягоды. Всякие разные. Колбаса вот немножко есть. Колбасу отрыла. Краковскую две штучки нашла. А вот, кстати, разморозить. Давайте разморозим. Начнем понемножечку все из холодильника кушать. Малина у меня тут лежит. Это, по-моему, что-то типа клюквы. А? Электронную домашку сделай. Вот дождись, сделай, потом мультик досматривай. Здесь мороженое полка. Это вот самоделки арбузные. Дети все доедают. И всякие-всякие мороженки. Очень много всякого мороженого. Вот еще и куриные всякие. Тут еще всякие фарши и свиные. То, что я нашла годное. Ну и внизу семешки. И наши домашние, и покупные. Всякие разные. Кого? Ноги. Ноги? Закрываем. Белый ветерет. Мы вчера поставили пивчики готовиться. У нас готовятся пивчики. Уже почти приготовились. Вот так вот посмотришь что-нибудь, и сразу найдешь, что делать. Уже надо и духовку отмывать. Не хочешь, Мишка, в духовку отмыть? Нет. Давай пощупаем пивчики. По-моему, они уже все. Да. Да, они уже сухонькие. Выключаю я их. Так, выключай давай. На нолик. Наверх подними. О, все. Молодец. Все, шаруй, делай домашку электронную. Мишка себе блины достал. С клубникой. И размораживает их в пакете. Ну, что вот я могу сказать. Хожу, короче, с утра всякие эти вещи по местам раскладываю, которые бросили. Он молоко бросил. Не выпитое надо кошкам отдать. Это листок вчера. Саша, похоже, очки забыл. Это листок вчера мы... Я ему писала образцы, как кого зовут, фамилии, имя, отчество. Это в пакете что-то. Ага, рация и кубики. Это Мишкины игрушки. Это тоже Мишкины игрушки. Это все надо сейчас ему убрать. Это моя рабочая штука для заклеивания коробок. Мы вчера приклеивали эту тарелку, чтобы снимать, как Саша пивчики делал. Я снимала, чтобы не ездила тарелка, приклеивали ее на скотч. Ну и, конечно же, никто ее не унес на место. Крысильдочки. Лиза вчера им почистила поддон. Умничка такая моя. Крысильдочек чистые. Крысильдочки съели почти все палочки. Но я новые не заказываю. Я жду, пока они эти доедят. Потому что это... Потому что у них, в принципе, корма много. У них еще, вон, видите, в чашках всякие там... Зернышки всякие. Это... Поэтому пока переживут. Еще овощи я им часто даю. Пусть доедят эти палочки. Я тогда новую партию закажу. Штучек девять. И снова повешу. А они видят меня, видите, и стер... Дай покушать, дай покушать. Ты же пришла. Ты почему ничего не принесла? Дай нам покушать. На веранде у нас пока полный кобздец. Потому что стоят, ждут покраски. Собственно, надо поприбрать тоже. Эти коробки. Тут он бегает только по крыше. Короче, холодильник один стоит. Холодильник второй, на котором тигра... Тигрубились у задницу, блин. Его вообще-то красить собираются. Ну, это зеленая, это грунтовка. Саша уже зашкурил. Загрунтовал и то, и другое. Ждем, пока краска придет. Потом нужно будет это все отмыть. Все инструменты убрать. Ой, коробка валяется. Тут тоже какие-то инструменты. Капец, короче. Ладно, я это пока даже не трогаю. Я вообще взяла бутылки. Бутылки сейчас собираем. А, Саша покосил. У нас тут это... Тоже надо пособирать, пробежаться. Это я сегодня сделаю. В общем, покажу вам нашу стройку. Она, правда, пока... Вот это вот тоже надо сейчас на отдачу. Выставить. Даже мыть не буду. Просто отдам, как есть. Пусть тот, кто заберет, отмывает. Мишка уже перерос это. И надо это все отдать. Потому что по факту оно валяется. И не используется. Короче, вон, видите, штырьки торчат везде. Бутылочки одеты, чтобы никто не напоролся. В общем, оставшиеся бутылочки сейчас я одену на штырьки. А вот пока что залит фундамент. Вот здесь фундамент. Там вот под коробками, под пленкой, которые меня сопровождают. Вот. Пока больше дальше ничего. Как залился фундамент. Сделан вывод в канализацию вон там вот. И пока все стоит. Ждет. Ну, уже видно, как будет. Вот кругляшок. И вот кругляшок. Вон, видите. И кот, который считает, что это все для него. Не, коты, это не для вас. Потом еще вон тот завал Саша будет разбирать дровяной. Уже часть разобрал. Ну, и оставшуюся разберет. Как-то на мешалке стоит. Потому что все время что-то надо смешивать. Так, ладно, давайте оденем эти штучки. Так, здесь на все одето. Получается, на две только не одето. Я же четыре бутылки принесла. Сейчас мы как-то это сделаем. Раз. И раз. Коты не понят, как че я делаю. Там вот еще какой-то штырь торчит. Тоже одену. Вот. Какой-то штырь торчит. Оденется. Это большая штука. Ну, оделась, смотрите. Ну, чтоб никто не напоролся, чтобы ничего не это. Мы будем это все выкидывать, я так понимаю. И вот какой-то штырь. Это штырь? Нет, это вообще какая-то фигня. Палочка просто. Надо ее вот так вот бросить. А на этот не оденется. Все. Одна бутылка лишняя. На песочке кайфует. Котам везде счастье. Хорошо быть котом, да? Единственное, к чему никак не могу привыкнуть к этой программе для съемки. Все хорошо, со звуком все хорошо. Но, блин! Что переключить с одной камеры на другую? Это такая проблема прям. Так. Сейчас надо немножко сесть поработать. А потом еще немножко поубираться. Я так, знаете, этими волнами. Поубираться, поделать что-то полезное. Поубираться, снова за компом посидеть, что-нибудь полезное. О! Смотрите. Золотой кот написано, оказывается. Это мешок из-под наполнителя для крысиной клетки. Ну, первый мешок кончился. Ну, а мешок выбрасывать как бы негоже. Сейчас в печку запухают. Тут типа дровинник. Но пока мы сюда коробки не нужны. И эти всякие... Как называется это? Картонки. Картонки, бумажки на растопку мы складываем. Вот. Так. Тоже поднимем. Сегодня. Там запустилась стирка. Сейчас надо будет еще развешивать стирку. Надо же немножко поднимать. Немножко мусора надо выбросить. Вон еще какая-то. Это мешок стоит с мусором. Какие-то. Какие-то, я не знаю, что это. С чего это? Что-то грязное. Но надо выкинуть. Типичечку. Так, все. Я пошла за компьютер. Капец сегодня денечек. У меня сегодня весь день какое-то такое нерабочее настроение. Я все себя в кучу не могу собрать. А сейчас еще к вечеру я выяснила, что я почему-то думала, что сегодня понедельник, а сегодня вторник. И в итоге мы чуть не опоздали в бассейн. Мишка сидел на своих уроках. У него еще сегодня день открытых дверей в школе был, в онлайн-школе. Лизка в художку ушла. А вместе с нами в бассейн в эту группу ходит еще Лизина подружка Ира. И Мишка сидит на уроке, говорит, о, мама, говорит, Ира уже пришла. Я так соображаю, говорю, в смысле, говорю, какая Ира? Он говорит, ну наша Ира. Тут на меня доходит, что если Ира пришла, то у нас бассейн не завтра. То у нас сегодня вторник. И главное, что я целый день поглядывала в Мишкину. Это сейчас я вас поставлю, подождите. В Мишкину. Как называется это? Календарь. В школе. Там же уроки как бы прописаны в календаре. И по этому календарю работаешь. Там же в календаре вторник. Она уверена, что сегодня понедельник. Вот что такое? Он за разум зашел. Что-то, короче, у меня сегодня это с мироощущениями башкой не так. С утра такая более-менее была активная. Нет, ну я вся активная. Я очень много чего подумала, сделала. Нашла косяк в работе. Свой. Ошибку. Я, короче, в рекламные ролики по Валбересу неправильный артикул писала. Теперь, короче, придется, я не знаю. И главное, в тех роликах, в которых он уже неправильно написан, уже его не исправишь, потому что исходники я удалила. Ибо нафиг мне исходники в большом количестве. Ну ладно, хрен с ним. В комментариях в описании написала, поменяла на правильный артикул. Есть еще куча уже отснятых с ошибкой, получается, роликов. Там, то есть, неправильно указан этот артикул. Не опубликованных. Да, я буду их опубликовать. Ну, писать правильный артикул в комментариях. Хуже-то не будет. А Зоновский там правильный. А Валбересский, если набираешь... Я, короче, вместо артикула этот, номер штрих-кода написала. С одного маркетрейса на другой, когда прыгаешь, одно-второе делаешь, там немножечко функционал отличается, и начинаешь путаться в этих цифрах. Особенно, когда уставший. Ну, в общем, я все поисправляла, дальше буду делать правильно. В какой-то веке порадовалась, что мне вчера была лень монтировать ролики, и я не смонтировала их с неправильными артикулами. Тоже неплохо. Лень это тоже иногда плюс. Так, сейчас я еду домой. Обратно. У меня еще приехала тушенка. Я не помню, рассказывала я вам или нет, но я заказала хорошую, качественную тушенку от частного производителя, который находится в городе Москве, в Московской области. Ну, короче, там, далеко. Вот. И я заказала у него на пробу одну баночку того, одну баночку всего. Короче, в итоге шесть всяких баночек на пробу заказала. И он мне их выслал. Они, правда, ехали неделю. Он мне уже пишет, в следующий раз будем вам отправлять другой доставкой. Она говорит, чуть-чуть подороже, но она говорит, быстрее, в два раза. Так, без пробок. Вот. И сегодня она пришла, надо поехать забрать по-хорошему и попробовать. Ну, пробовать, наверное, не знаю, сегодня будем или нет. Может, на завтра перенесем. Пробовать надо, во-первых, вместе с Сашей, во-вторых, надо под что-то. Не будем же мы все банки открывать и все пробовать. Короче, если понравится, буду там заказывать. По цене получается примерно, как среднестатистическая цена тушенки в магазине, только качество должно быть лучше. Это у человека, короче, ИП свое. И он вот этим занимается. Сыровяльными колбасами и тушенками всякими, консервами. У нас, конечно, есть свой автоклав. Можно было бы делать самим тушенку. Но это, во-первых, надо делать. Это время. Во-вторых, это надо еще подобрать, чтобы все правильно сочеталось по специям, по соли и так далее. Как минимум съездить, закупить мясо. Короче, я тушенку воспринимаю как вариант быстрого приготовления блюда. Ну, то есть, я когда готовил, ты открыл тушеночку, сделал ее, например, с макаронами, с картошечкой перемешал. По-быстрому, типа, приготовил. Поэтому тратить кучу времени на заготовку тушенок не очень хочется. Мы делали тушенку, когда времени свободного было больше, работы и денег меньше. Естественно, покупать не получалось. Мы ее делали. Но сырье у нас тоже было не очень подходящее. Например, однажды мне пришла в голову идея сделать вот из косточки с мясом, типа, которые на суп куриные, там, индюшины идут, из них, типа, сделать тушенку. Не, прикольно. Куриные можно тушенку эту вместе с костями кушать. Там сварилось все. Вот. Но все-таки хочется нормальной. Кстати, надо разгрести вот эти все старые запасы всякой вот такой вот фигни, которая получилась вроде ничего, но не очень. и, ну, ликвидировать ее. И отдать кому-то. Или животных накормить. Тоже неплохо. Я все-таки приехала получить эту тушенку в Яндекс.Марке. Так что пойдемте полуку. Машину вернусь, я вам покажу. Потом поедем на Озон, там хоть что-то приехала. И на Валбересе кофточка лежит, меня ждет уже давно. Уже некрасиво. Надо пойти забрать. Как раз я сегодня в майке, поэтому мы просто сверху померяем ее по-быстрому. И если нормально, то заберем. Все, погнали. О, пока что это выглядит как коробка, на которой написано хрупкое стекло. Ну, все выглядит в целом. Я еще ничего не открывала. Откроем дома. Так удобнее будет. Погнали. Следующая остановка на зоне Валберес. Кстати, можете меня поздравить. У меня наконец-то почти прошла нога. Я думаю, что я сегодня ее еще помажу гелем. И завтра уже совсем болеть не будет. И ура! Скоро можно в спортзал. Я абонемент в спортзале заморозила 10 дней. Там есть возможность замораживать на 10 дней. Сказали, приходить можно раньше. Сколько времени прошло? Наверное, ну, уже дней 5 я не хожу. Короче, нога сломала мне все планы по спортивной активности. Но либо завтра, если ничего болеть не будет, сказану в спортзал, либо еще денек выжду и через день. Так, сейчас мне должно прийти в озоне по-моему, трое штанов. Я даже не знаю. Они, по идее, все должны быть в одном, ну, как бы, одного покроя, просто разный цвет и разные картинки о них нарисованы. Я заказала еще одни с Микки Маусом черные, еще темно-зеленые с Микки Маусом. И черные просто с белыми какими-то надписями странными. Ну, чтобы не нервничать, что там штаны в стирке, если долго стирка задержалась, чтобы было что одеть. Такие спортивные, легкие, на сейчас ходить. Но вроде как мне столько не надо. Сейчас посмотрим, что-нибудь заберем. Так, ну, что, кофточку забрала. Краска пришла, красная. Матис Калор. Еще вот такую заказала на пробу. Может быть, она будет более стойкой, хотя, наверное, вряд ли. И трое штанов забрала пока все, вот, потому что я пока не знаю, надо ли мне столько. Дома померяем спокойненько и решим. Ну, и кофту, и штаны дома покажу, естественно. Еще мне пришел набор полотенец, я заказывала. Там, короче, шесть полотенец, но, блин, они вообще как тряпочки. Настолько тонкие, особенно то, которая вот маленькая, типа, для лица. Вообще тряпочка, тряпочка. Нет, я, наверное, лучше попозже немножечко. Закажу чуть подороже, но получше. Я еще второй комплект заказала, ну, мое. по фоткам мне они понравились. По фоткам я думала, класс. Ну, ладно, этот в отмену отправили, а второй тоже в отмену пойдет. Так, пока я ездила, по факту, почти прошло уже занятие. Поплавню моих деток. сейчас я зайду домой, быстренько все примерю, вам покажу и поедем обратно. За ними. Сейчас, что там, где-то половина. Сейчас полчасика хватит. Так. Теперь прикольный тут разворот, пока мы последнее запланированное дерево не убрали. Какое цикло лавировать. Так. Ставим машинку. В принципе, можно даже не совсем ревно, потому что скоро... сейчас еще тушенку откроем, посмотрим на баночки и напишем отправителю, а то он переживает. Он пишет, мне написал сегодня, вы получите, вы обязательно отзыв напишите, как минимум, хотя бы мне, отзыв в группе оставить, можете мне написать. Обязательно напишите, как дошло. Переживает человек за свое дело. Это приятно. Ладно, пойдемте домой. Ну что, чтобы вам было видно. Я не знаю, немножечко оверсайз, конечно, мне эта кофточка, 56 размер, она, конечно, широкая. Можно было бы, наверное, на размер поменьше попробовать, но я боюсь, что вот в этом месте на размер поменьше мне пока будет не очень. Но, в принципе, неплохо. И штанишки с очень такими забавными надписями типа «Мне можно». Вот так. «Thank you, next». Не юность. «Angel». «Love». Совет свой себе посоветуй. Короче, просто прикольные штанишки. Да. Они молодежные, но... Что, реально бывает молодежный 56 размер? Капец. Надписи, конечно, молодежные, но мне нравятся. Ну, а другие штаны, они такого же покроя, только с Микки Маусом. Причем, черные я уже мерила, по-моему, показывала. Поэтому повторяться, наверное, не будем. А вот в этих штанцах, правда, не в этой кофте, а в майке, пойдем забирать. короче, мне нравится, а это главное, настроение хоть чуть-чуть поднимает. А то у меня что-то в последнее время настроение не очень. Так, берем большие кухонные ножницы. Сейчас будем с вами распаковывать тушеночку. Вот вам, даже по-блогерски, с подсветкой, чтобы вам все было видно. Так, видно вам? Нет, нифига вам не видно. Давайте вот так. Распаковочка. Тим. Ага. Ага. С другой стороны мы тоже так же. Тим. Специалист по вскрытию посылок. Что-то как-то не вскрывается у меня это все. Не хочет яндексовская бумажка вскрываться. Так. Куча всего наложена, чтобы ничего не повредилось. Умай. Каждая баночка, ребята У него упаковано в картон И написан город Прикиньте Вот человек Какой заботливый, скажем так Говядина Это говяжья тушенка Кое-где даже подписано Здесь написано семга Свинина Сэгэ Это свиноговяжья Это скумбрия плюс салака А это скумбрия Даже по цене подписано Давайте что-нибудь откроем А что-нибудь посмотрим Это что я достала, говядину Распаковочка Ну а внутри, собственно, баночка Красивая такая Сколько у меня теперь будет баночек Надо будет их кому-нибудь презентовать Смотрите Это говяжья тушенка Сейчас открою все И включусь, покажу Так, ну что Все баночки распаковала Вот так выглядит семга Микс рагу здесь Семга и рагу Лососовых рыб И это Это скумбрия Да? Ага Что-то я запуталась А вот она не подписана Единственная Ну, скумбрия должна быть Скумбрия Это скумбрия с салакой В общем, рыбные консервы Три штучки И три штучки Вот говядина Свинина Вот такая вот свининка И свина говяжья Тушеночка То есть вот Там одно мясо должно быть Я обзор смотрела У другого блогера Ну, я вам обязательно сниму Когда мы дойдем до еды Так что смотрите в следующих сериях Подписывайтесь, чтобы не пропустить Ну и я попробую И вам оставлю ссылку Если хотите, вы тоже можете заказать Потому что мы от Москвы далеко Но все доехало прекрасно С доставкой, как говорится Все в порядке Со вкусом, я думаю, тоже Потому что я смотрела Обзор другого блогера И ей понравилось Поэтому я и заказала Вот, сейчас напишу Что все доехало классно И будем собираться уже обратно За Этими ребятишками Правда, теперь у меня много-много коробочек Так, ну коробочка мне подойдет Вот ее я туда кину, унесу в сарай Она мне пригодится Вот это все, конечно же, идет На, выбрось А еще хотела вот что Включила камеру, показать Показывала, пивчики готовятся Вот они Доготовились Я специально для пивчиков купила Решеточки кондитерские Чтобы удобно было их делать Правда, мы уже с Сашей подумали Решили, что надо Хорошую сушилку-дегидратор купить С нержавеечными решеточками Скорее всего, это сделаем У нас сушилка есть Вот, но она с пластиковыми этими уровнями И, короче, Саша в ней пытался сушить Своё зерно Для пивных всяких Варок, по-моему Ну, короче, она не выдержала Она не выдержала Она немножечко Её заклинила Он её починить-починил Но у неё повело два уровня И уже, как бы Объём у неё уменьшился Но я уже договорилась Я, несмотря на то, что она Как бы два уровня У неё немножечко повреждены Надежда Фёдоровна сказала Что она ей нужна Я отдам Надежде Фёдоровне А нам мы закажем Другой немножко дегидратор Который нам больше подходит Не пластиковый Короче, с пластиковым у нас не пошло Всё Уже Прошло занятие Уже надо её Сейчас, наверное, уже Пока я еду Они даже Соберутся Уже даже фары Пора включить Так раз Позанимались В бассейне И уже вечер Так Выкатываемся И всех забирать Сейчас забросим Иру Домой И моих заберём Елизавета, блин, потеряла ключ От второй двери И ни она, ни я не могу его найти Приходится закрывать дверь изнутри своим ключом И сейчас открывать его тоже придётся идти своим ключом Куда она его могла потерять, непонятно Мы ей его оставили Потому что мы вчера поехали прогуляться Проветриться А Она ушла в художку Так Чё тут у нас? И не взяла ключи с собой Правильно Зачем брать? Надеемся, что кто-то дома Вот Она не взяла ключи Мы ей ставили ключ От задней двери Она его взяла Дверь открыла И благополучно его потеряла Где-то дома Или в саду Или в комнате Но По потерям она спец Поэтому искать мы будем Я чувствую это очень долго Что делать, не знаю Надо, наверное, пойти сделать ещё пару ключей Дубликатов Потому что так же неудобно Сейчас вернётся домой И попробую её заставить ещё поискать Но вчера искали все втроём Не нашли Как я не люблю Вот такие моменты Которые Как бы Которых можно было бы избежать Но Из-за невнимательности Детской Ли чьей-нибудь Что это было? У меня такое ощущение Что что-то с колесом не так Уже второй раз Я слышу какой-то звук Удара Надо Саше сказать Первый раз я думала Камушек попал Но сейчас я поняла Что машина как бы На кочке подпрыгнула Стойка что ли Вышла из строя Такой этого сейчас не хватало Вообще никак не радует меня В сегодняшнем дне Что-то там металлический Какой-то звук Прозвучал Что-то короче сломалось В машине Или собирается сломаться Теперь надо понять что По идее Если прыгнула машина И звук Значит стойка не сработала А стойка удовольствия Блин дорогое Ладно Сейчас поездим Подоблюдаем Не паникуем Не паникуем Женщинам в этом плане Тяжело не паниковать Они сразу рисуют Картинку себе Того что может произойти Отвалившееся колесо И все такое Попробую сообразить Что это такое До того как случится Что-нибудь И машина встанет Этого бы совсем не хотелось Чтобы машина Где-нибудь встала Потому что мы очень часто Ездим между Населенными пунктами Достаточно далеко И уже один раз Мы ученились ночью В Краснодаре Ну вот Какой-то звук Мне он не нравится Но он же конечно же На камеру не записался Да Конечно же ухом его слышно А на камере Ни хрена не слышно будет Если вы слышали У вас есть предположения Пишите Такой удар Ладно Едем с детьми Не паникуем Возможно у меня просто Сегодня не очень такой Не очень боевой настрой Какое-то внутреннее Тревога Беспокойство По поводу всего Грусть какая-то Тоже по поводу всего Происходящего вокруг Возможно я просто Излишне тревожно Отношусь сейчас Ко всяким стукам Будем на это надеяться Да? Да Да маловато будет Там полкилограмма Сейчас будем дегустировать Мне кажется Надо вот эту Вот прозрачную Я помою ее потом Короче сейчас будем Открывать тушеночку Пробовать Рассматривать А потом делать Делать из нее Макароны С луковой тушенкой Да? С виноговяжью Максим Говорил Что она Как бы пользуется Прям большим спросом Ее разбирают первой Поэтому с нее и начнем Недовольный муж Недовольный муж Не стоит А? В смысле? Конечно будем Ага Я думаю что надо С двух сторон задавить Лайфхак обломово Используй лайфхак обломово Иногда не Я вот все боюсь Что когда-нибудь Банка лопнет Не Не на банку Ты на крышку дави Получается? Давай я В общем Тушенка ушла Ты может неправильно давишь? Лайфа сейчас все наружу Польется Что ж ты Да Что ж ты делаешь? Плюх Это свинька Вот это говядина Сразу видно Да? Мясо похоже на мясо Ну что давай Первый пробу Снимаем Ваше впечатление? Соленое Соленое? Ну Хорошо Мы перестали Соленое есть И нам теперь Все будет соленое Прям мясо Прям мясо? Не Ну видишь Соленое Макароны Ты не солишь И все И все Это А по соли Нам ориентироваться Нельзя Потому что Примерно как мы делали Да? Мы делали с костями Так я буду пробовать Сейчас мы все Пробуем И нечего Будет готовить Да не то Чтобы прям Я бы не сказала Прям соленое Обычное количество Соли Я же не сказал Пересолено Ну ты Такое лицо Сделал Говядинку Попробуй Вкусненько Вот он Минус моей Этой программы Для съемки Перевести на селфи Камеру Занимает Некоторое время Не Вкусненько Прямо Я бы так Слопала Честно Но у нас Сильно Мало банок В запасе Че Я пробую Уже Пузырек Слопала Да конечно Третий Маленький Кусочек Всего Не Вкусно Прям вкусно Можно Как говорится Это Я вот не знаю Готовится ли Делится ли С вами Контактом Он же Не может Сильно Много Делать У него Конечно Есть Напарник Но я боюсь Что его На всех Не хватит Его уже Один блогер Прорекламировал Ладно Поделюсь Вкуснятина У нас Еще на очереди Потом Говяжие Не свиная Не Я бы не сказала Что прям Много Ну обычно По обычному Посолено Но просто Я вообще стараюсь Где могу Без соли есть Ну и Саша За мной тоже Немножечко Потому что Когда я готовлю Естественно Соли добавляю Меньше Ему приходится Есть менее соленые Он приучился Видимо Начал соль Чувствовать В продуктах Да Что-то Мне еще Чем-нибудь Попробовать захотел Давай это Все Добавляем Добавляем Давай съемку Давай еще съемку Попробуем Сейчас И тут еще хочу попробовать Я люблю рыбу Сейчас все попробуем Придется заново заказывать Но Между прочим У него есть акция От 15 банок В ассортименте Заказываешь Будет еще и скидка Аж в 7% Между прочим Я так прикинула Неплохая такая скидка Получается С каждой баночки Цены Кстати Очень даже Демократичные Сейчас вот скажу Вот эта вот баночка Ну вот такая же 550 грамм Свинина говядина Которую мы открыли Она у него стоила Без скидок Дополнительных 380 Это Не помню сколько Надо смотреть Говядину Помню 410 А свинина Еще чуть-чуть подешевле Помню Что-то 360 Ну как бы Нормальные цены Давай вещай Что ты там хотел рассказать Ловушку Надо высох В смысле У него ловушка Не очень свежая А ловушку Ловушка Мне кажется Ловушку Какую ему Ловушку надо Вот Ловушку Ловушка Она не такая ароматная Как здесь А в смысле Как краснодарская Надо ему предложить Веником Вот это вот Который продается Прямо веткой Послать ему Несколько веток Ты хотел скумбрию Давай скумбрию Откроем Ну эту я съем Зачем Рыбка Пробуем Не ну рыбка Это конечно классно Особенно когда ее Готовил не ты Можно ее просто Из баночки Лопать Будешь пробовать Буду Вкусненько Все То что я люблю В рыбных консервах Косточки съедобные Вкусно Если ты Не поторопишься То и пробовать Нечего будет Ты бы Пормози Что это Я любитель рыбы Поэтому Дегустатор Классно? Не Я бы сказала Так В принципе Даже это По соли Нормально Не переборщил Здесь вообще нормально Целая банка Вкусняшек Короче Посмотрю Сколько стоила Такая баночка И напишу На экране Ее стоимость Что скумбрию На потом Оставляем Ну Это же разные продукты Скумбрию Стоять будет Нет Не будет Это точно не будет Вот это точно Не будет стоять Два-три дня Ее нет Макарон С тушенкой И эту сверху Да там Макарон с тушенкой Не так много Ты прям ага Сейчас придет Лиза Распробует Вкусную тушенку И Макарон Не будет Это я буду лопать А скумбрию Ты Если она Мне вдруг Не понравится Там есть Там есть Скумбрия С салакой Можно было бы Ее попробовать Салака Это Большая Шпротная рыба Он шпроты Еще из салаки Делает Вот Которая Здесь Не из кумбрии Она салака Вот Смотри Давай откроем И попробуем А три баночки На потом А? Уговорила И смайдюкались Так Вот это сверху Скумбрия Ой-ой-ой-ой И я тут Аккуратно Продеваем Сверху Скумбрия Ну по-моему С томатом Да? Ну должна быть С томатом Но Стоять Говорит Будет Хм такой Кусак Целиком Хорошо С томатом Вкусно? Тут не так Много кусочков Я тоже хочу Попробовать Доставь меня на крышечку Кусочек Я конечно Так не смогу Седаконного А где моя вилка? Вот она Моя вилка Очень хорошо делает Чё говоришь? Хорошо делает Ну так Он этим Всё время Занимается Профессионально Можно сказать Ну мне в семгах Всё-таки Больше нравится Ну Лососёвые Но сделано Да Вкусно И получились Макароны С мясом Да? Да Прям с мясом Прям с мясом Ну чё Прикол Ну чё-то мне Захотелось Тушёнки Сделать А? Я говорю Мне же захотелось Тушёнки Сделать Ты хочешь Тушёнку Сделать? У нас Автоклавки Не, ну Хочешь Сделать? Ну это Вот возиться С баночками Мыть О, ванночки Подбирать Специи Угадать С солью Специи Подобрать Что там Всё известно А вот С солью Угадать И количеством Сперта Это Да По деньгам Выигрыш Не намного Больше Ну в смысле Ненамного Выглядит Не получится Я слышу Мясо По-моему Очень хорошо Получилось Сейчас проверим На детях Если Мишка Будет есть То это вообще Самая такая Оценка Высшая Да? Мишка Кстати Ну заметь По сравнению С тушёнкой Из магазина Это выглядит Красиво Миша Просто Придирчивый И когда Ну что-то Похоже На месиво Там всякие Соусы И так далее Делаешь Грибы Мелко Порубишь Она же Как бы Визуально Выглядит Не очень Красиво И он Сразу Придирается Да Надо Разодрать Он сразу Сказал Красиво Не Красиво Не ем Да Поэтому проверим На мишке Сейчас он Урок Отсидит Жилка Попалась Жилка Попалась Не хочет Разэтываться Ну это Говядина Мишка 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 Вообще Мясом Сложно Накормить А вот Мы тут Нашли Подход Пивчики Я вам Показывала Чуть раньше Во влоге Все Две Вот таких Штучки Остались Кто Их В основном Слопал Я И Мишка Мишка Распробовал Пивчики Ну Как бы Котлеты В него С трудом Запихиваются Кусок Мяса Сжаренный Вообще Он не будет Есть А вот Пивчики Пошли Поэтому Надо Купить Еще Фарш И Сделать Еще Пивчиков Пока Ребенок Лопает Мясо Будем Его Кормить Так Я на Прогулке Мы С Мишуткой Пошли В Офис Класс За Тетрадками Идем Через Парк 30-летие Победы Мишка Увидел Танк Все И забыл Про все Говорит Можно Я на Танк Один Раз Я говорю Ну Давай Один раз Пойдем Дальше Пока Иду Домишки До Танка Отвечу На вопрос Светлана Ефремова У меня Спросила Где Мы Покупали Лампу Для Селфи Ну Вот Эту Мою Яркую На Которую Я Снимала И Я Не смогу Вам К сожалению Дать Ссылку Потому Что Я Ее Не Покупала Мне Ее Подарил Саша В качестве Подарка Поэтому Я Понятия Не имею Где Он Ее Покупал Ну То есть У меня Ссылки Едут Красят Его Ух ты Не надо На него Глазить На липкий Но Посмотреть Можно Слушай Правда Весь Покрашенный 9 мая Готовят Да Машину Тоже Покрасили Танк Свежекрашенный Да Наверное Миш 9 мая Готовится Только не трогай Он липкий Если ты будешь Весь в краске Не надо Трогать Краску Как потом Отмывать От тебя Будем Обновили Танк Обновили Катюшу У нас Стоит Здесь Будет Еще Это О Из Этих Цветов Выложили Букву З Что Ты Памятник Виха Ты Памятник Ничего Себе Это Просто Камень Это Возможно Памятник Это Просто Камень Я думаю Стоп Ну что Идем дальше Подожди Что Там И Этот Мальчик Не хотел Идти Гулять Тут Краска Капец Как Воняет Пойдем Сынка Пойдем Туда На лестницу Наверх Не На площадку Мы сейчас Не пойдем Сына Не Нет А Здесь Есть Лес Есть Ну В лес Мы же За Кидратками И Ворон Сорока И Ворон Тебе Они Зачем Пойдем Туда Нам Надо На мост Подняться Мама Что Велик Нам Надо На мост Подняться Я По Качающемуся Не хочу Идти Пойдем Вон Туда Наверх Как Сложно Быть Мамой Мальчик Он Короче Залез По горе Туда Наверх Я Говорит Хочу Там Подняться Еще И Бабли Там Полез Я Говорю Лезь И Жди Меня Там Что Я Там Не Полезу Я Пойду По Лесинке Я В 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 Удовлетворил Своё Детское Любопытство И Теперь Ждет Меня Наверху С Обратной Стороны У Забора Смотрите Видите Моего Маленького Жука Вот Надо Ему Вот Там С Этой Стороны Забора Он Там По горе Поднялся И Вот Здесь Прошел Когда Я Сказала Что Мы Пойдем Пешком Вот Нет Чтобы На Машине Доехать А сам Лазает Везде Да Прям Было Заметно Как Тебе Было Легко Все Пойдем Дальше Обратно Можно Просто Скатиться С горки Кувырком Михаил Давай Дома Мы Там Купили Три Тетрадки Желтых И Мишка Выпросил Себе Стерку Такую Необычную У тебя Слетает Эта Штука И Все Видите Там Еще Ручка Здесь Поплема Небольшая И Точилка Понятно Надо Верх Не Показывать Да Волшебная Коробочка Это Надо Незаметно Делать Давай Пойдем А ты Сейчас Уедет Маршрут И Пойдем Пешком Тогда На Миш Кладывай Пойдем На Светофор Низа Надо Починить Хорошо